Доброе бодрое утро, друзья! Сегодня мы с вами продолжаем говорить про сервис 1.0. Я более подробно разбираю те темы, которые есть на этом курсе. Напомню ещё раз, сервис 1.0 — это онлайн-курс, который есть в свободном доступе на моём YouTube-канале. Шапка, вернее, ссылка в шапке профиля. Лена, привет! Вава, привет! Сейчас мы... Лена, Павлова, привет! Всех рада видеть! Доброе утро, друзья! Привет-привет! Сегодня мы будем говорить про целевую аудиторию. Я постараюсь очень кратко рассказать вам о понятии целевой аудитории и о том, на какие факторы важно обратить внимание при её составлении, а самое главное, вообще зачем составлять этот портрет целевой аудитории. Если вы захотите более подробно разобраться с этой темой, на курсе сервис 1.0 — это, кажется, третий или четвёртый урок. Третий, наверное, урок. Там мы говорим про целевую аудиторию. Привет-привет! Сейчас мы немножко подождём. Слушайте, а пока вот мы собираемся, расскажите мне, пожалуйста, кто работает? Кому разрешили работать, кто уже работает? Вот в Башкортостане мы работаем. С 13 апреля салоны красоты открыты, но мы в Стригун вышли только в самом конце апреля, и сейчас очень небольшое количество рабочих дней ставим. Всё-таки сохраняем некий карантин. Как у вас дела обстоят? Напишите, пожалуйста, ваш город работает, вы работаете, или всё ещё наслаждаетесь карантином. Магнитогорск! Привет, Наташа! Так, мы Калининград с 12 мая. А, Калининград с 12 мая вышел. Отлично! Но, Лен, насколько я понимаю, у вас там есть требования... Вот в Москве есть требования относительно костюмов, халатов. Сейчас смотрю, Анжела Алексеенко сегодня запустила тон, и они тоже все в халатах. Насколько я понимаю, в Карелии тоже. Ага, вот, Лиана мне пишет, в Карелии разрешили, но в жёстких условиях, да. Тюмень, не работаем. О, Тюмень, как Москва. Москва тоже не работает. У нас там клиенты ждут. Вчера мне писала клиентка из Москвы и говорит, Мила, вы случайно не в Москве? Я говорю, слушай, нет, мы в Уфе. Она говорит, я думала, вдруг вы где-то тайно работаете. Я говорю, если бы мы тайно работали, мы бы обязательно всем сообщили. Так, я не работаю, хронический бронхит, но информации нет. На работе сказали, сиди дома, ждать указаний Уфа. Ну, Уфа работает официально, салоны красоты, уже давно, космонавты мы... Да, это точно, космонавты мы тоже покупали костюмы с спецзащиты. И когда я его одела в полном обмундировании, я поняла, что выгляжу я примерно как главврач коммунарки. Страшное сравнение. И на эту тему тоже у меня есть мнение. Сейчас пока мы все собираемся, немножко расскажу вам. Получается, что салон красоты нашим уважаемым правительством воспринимается как некое учреждение, куда люди приходят по нужде подстричь ногти и волосы. Знаете, как вот мы по нужде ходим, анализы сдавать, и получается, что... Оль, привет, Карелия, привет! Всем привет, друзья! И получается, что салон красоты воспринимается вот с этими мерами, введенными относительно нашего внешнего вида и относительно того, каким должно быть обслуживание. Это словно какое-то учреждение, куда человек приходит, ну не знаю, как в стоматологический кабинет, да? Приятного мало, стоит дорого. И получается, что весь сервис, все обслуживание, всю обстановку, атмосферу, мы это называли, вот все, что мы создавали, особенно в больших салонах красоты, многопрофильных. Оно резко теряет свое очарование, потому что вы прекрасно осознаете и знаете, Ленка, Ленинград, я уверена, у вас там со стилем работников все сильно круто, и есть дресс-код, и вы работаете в стиле Себастьян. Я следила за вашими эфирами, салонами, за теми шоу, которые вы проводили, ровно как и, например, Анжела Алексеенко в салоне, у нее там очень стильные мастера. А сейчас все просто... Ну, в общем, такое грустное зрелище, конечно, нас смотреть в этих костюмах, но одеваться некуда. Как у меня, только и приятно, и дорого. Да-да-да. Так, ну мы приняли правила игры, чтобы выйти на работу. Конечно, все примут правила игры, у нас нет других вариантов. Новая реальность. Мы столкнулись с новой реальностью. Я уже не раз рассказывала о том, что вот все эти истории на тему того, что есть какие-то способы пережить кризис. Привет-привет. Есть какие-то схемы и сценарии. И кто-то сейчас рассказывает даже привет с больших экранов о том, что кризис – это время возможностей. И сейчас мы должны захватить большую долю рынка. А параллельно с этим я еще смотрю на такие призывы, где пишут, что парикмахеры озолотятся, когда закончится карантин, что бьюти-индустрия первая выйдет из сложившейся ситуации на коне победителем. Все это очень сомнительно. Мы открыли салон в конце апреля. Я вам честно скажу, я пока что не чувствую себя победителем. Вот прям как-то я не чувствую. Я все прекрасно понимаю. Я понимаю своих клиентов. И в Москве клиентов понимаю. Но вот по моим ощущениям, я как мастер, как колорист, я не ощущаю себя победителем. Я не ощущаю себя владельцем мира. И что там карантин закончился. И мы вернулись к обычной жизни, к обычному клиенту потоку. Нет, не вернулись. Так, потом вернемся к стилю, но чуть позже. Да, конечно, все вернемся к стилю. Я сейчас смотрю за тем, как трансформируются маски. Смотрела на Азонии, на Амазонии, на Алиэкспрессе, что сейчас происходит в мире масок. И там уже, ребят, можно так стильно выглядеть с этой маской. Вот есть салон в Праге. Оля Димитрашко. Она одна из моих студенток. И долгое время мы с ней на коучинге были. У нее в Чехии салон в Праге. И у них, значит, маска, распиратор, защитный экран на лицо. И костюм защитный. Все это выглядит так стильно и красиво. Я попыталась загуглить. Я не нашла такого стильного обмундирования в России. Но я думаю, что скоро появится. Окей. Давайте все-таки немножко вернемся к теме моего сегодняшнего эфира. Продолжая историю про... Мы сделали брендированные маски. Да. Мы... У нас брендированные маски черные. Это наш бренд. Дальше никак не брендировали, потому что все-таки она одноразовая. И не считаю нужным делать это, потому что сейчас максимально оптимизируем бюджет. Так вот. Курс. Сервис 1.0. Который я, естественно, благополучно перепишу после того, как все закончится. Потому что сейчас я наблюдаю за трендами и смотрю... Вы мне обещали костюм, Оль. Я помню. Я сниму этот ролик. Честное слово тебе говорю. Мы с переездами немножко выбились из графика всех наших эфиров. Я смотрела тренды, которые будут сопутствовать нам с точки зрения сервиса в ближайшие где-то 5-10 лет. И вы знаете, сильно удивлена была... Привет, Лада. Сильно была удивлена тому, насколько люди и бренды сейчас переориентировали свою компанию и направили все свое внимание на создание у клиента первое ощущение заботы. И второе, что на сегодняшний день будет очень-очень важным, это чувство безопасности. И многие в бьюти-индустрии на сегодняшний день говорят о том, что безопасность – это новый тренд, и мы должны вывернуть его наизнанку. В частности, это говорит Игорь Стоянов почти в каждом своем прямом эфире, опираясь на то, что нам необходимо снова и снова демонстрировать своим клиентам безопасность, стерильность, сам процесс приготовления смеси, стерилизации продукта, обработки инструмента и так далее, вывернуть его наизнанку. Абсолютно с этим соглашусь. Но есть еще один нюанс. Смотрите, какая штука. Если мы будем вот таким образом демонстрировать безопасность того, что у нас в салоне безопасно или в нашем кабинете безопасно, это больше все-таки смахивает на стандарт. То есть некий стандарт, который я получаю при обслуживании, например, в этой сети, в этом салоне, у этого мастера. Потому что, ну, давайте начнем с того, что это просто требование Роспотребнадзора. И с соблюдением стерильности вряд ли имеет смысл превосходить ожидания клиента. А если мы все-таки говорим в контексте сервиса, и я говорю о том, что безопасность в том числе будет одним из трендов дальнейшего развития сервиса, то вот здесь на безопасность клиента стоит взглянуть чуть шире. Сейчас приведу один пример, пока не перешла к целевой аудитории, и приведу один пример, который не касается красивого бизнеса пока что. Я пока думаю, как его трансформировать на индустрию красоты, и пока что инсайт мне не пришел. Но я хочу с вами очень поделиться этой историей, чтобы было понимание, что я называю сервисом, сильно выходящим за рамки привычного обслуживания, невероятно превосходя ожидания клиента. Так вот, в Великобритании есть определенное количество баров, в которые... Оля, привет! В которые приходит молодежь, кто-то тусуется, кто-то там выпивает, встречаются с друзьями. И в туалетной кабинке, в женском туалете, висит объявление. И там написано некий текст под названием «Привет, Анжела». И там объясняется история следующего характера. Там написано «Милые девушки, возможно, вы оказались в нашем заведении на первом свидании с человеком, с которым вы познакомились в онлайн. И если что-то пошло не так, и вы чувствуете некую опасность, и человек, который пришел на свидание, не соответствует, например, вашим ожиданиям, и вы чувствуете, что вам нужна помощь или защита, вы можете подойти на бар и просто спросить Анжелу. Для нашего персонала это будет знаком, что вам нужна безопасность и защита. Мы сделаем все максимально комфортно для вас, не поднимая лишнего шума, для того, чтобы помочь вам покинуть заведение инкогнито, например, вызовем вам такси, или решить вашу ситуацию очень тихим и спокойным способом. И вот когда я вижу такие примеры заботы о своих клиентах, и когда я вижу такой масштаб ответственности за комфорт нахождения своих клиентов у тебя в помещении, в твоем заведении, это в миллион, в разы, это кратно просто возвышает тот бренд, которым ты сейчас пользуешься, будь то ресторан, салон красоты, не знаю, сеть маникюра, где ты уже выстраиваешь совершенно иные взаимоотношения с людьми, с персоналом. И ты понимаешь, что ты пойдешь туда не только из-за вкусных напитков, ты пойдешь туда за отношением, которого к себе ты нигде не испытывал, ни в одном заведении. Ты его испытывал, возможно, дома, там, где человек чувствует себя безопаснее всего. И это удивительное, стопроцентное попадание в свою целевую аудиторию. Ведь если они об этом пишут, значит, они внимательно изучали посадку клиентов, какие заказы, что происходит с людьми, как развивается процесс, ну, вот процесс, не знаю, там, приема пищи, да, или, там, выпивание коктейлей, вот два человека пришли, какое время провели, и какие ситуации дальше возникают, что возникает на лице девушки, возможно, была отмечена тревога. Я не знаю, честно, каким способом они изучали свою целевую аудиторию, но я уверена на 100%, что это было. И представляете, да, что если, например, мы привлекаем аудиторию из многомиллионного онлайна, где люди сейчас достаточно интенсивно и часто знакомятся, и привлекаем ее в свое заведение, и там задеваем их одну из таких очень тонких интимных болей, которая может возникнуть вот при этом первом свидании, ну, это удивительно, это прям для меня это... Мои ожидания это, безусловно, превзошло. Я надеюсь, что они не делают скриншотов и не пастят об этом в сторис и относятся к этому очень бережно. Почему-то я сразу об этом подумала. Вот. И поэтому далее все последующие дни, годы, месяцы, недели, переживая следующую волну, переживая, там, второй карантин или третий карантин, я сейчас, конечно, не хочу, чтобы это повторялось, безусловно, и мне не хочется с этим сталкиваться. Но, судя по тому, что происходит, это не первая история, которая с нами произошла, вернее, первая, но не последняя история такого характера, которая с нами произошла и в которой мы оказались. И я вчера запустила челлендж, все никак не найду время записать сторисы и видео на эту историю, каким я создаю себя сегодня. И моя основная идея, чтобы мы сели и посмотрели на то, какими мы были в начале карантина, какими мы обещали себе стать в конце карантина, и выходя из этого карантина, разглядывая всю эту реальность в два месяца, какие мы сделали выводы и какими нам на самом деле нужно было бы стать. Например, безотлагательными, например, более дисциплинированными. Если бы, например, больше дисциплины было в каждом моем дне карантина, то сейчас я представляю, что сильно больше энергии я бы сейчас генерила и успевала бы еще больше дел делать за один день. Или, не знаю, там, бегать, и сейчас бы я уже бегала по 10 километров. И я говорю это не о том, не с точки зрения того, что, блин, все пропало, ну вот я опять накосячила, а с точки зрения того, что у меня же каждое утро есть шанс это переключить. Знаете, есть одна такая... Я еще никогда до целевой аудитории сегодня не дойду. Есть одна такая... Как я не знаю, как это, басня, притча, наверное, когда, значит, лесник заблудился в лесу, он потерялся, абсолютно был дезориентирован, была отвратительная погода, ливень, снег, град, ветер, он безумно замерз, шли третьи сутки его скитаний, он практически не спал, он был безумно напуган. И, в принципе, он уже понимал, что дни его сочтены, и жить осталось несколько часов. Даша, привет, я рада тебя видеть. И в этот момент он выходит на опушку леса, оглядывается, и вдруг вдалеке он видит дом. Потом еще один. Это поселение, там люди. Он спасен. И в этот момент он поворачивается к этому поселению спиной, садится на пенек и говорит, «Твою мать, три дня жизни коту под хвост. Это же просто невероятно. Три дня жизни я занимался чем попало. Я не делал ничего полезного. Три дня жизни вообще прошли даром». Вот приблизительно так мы тоже занимаемся периодически самобичеванием. Я тоже иногда себя на таких мыслях ловлю. Поэтому если дисциплина хромает, то ее нужно подтягивать, причем очень маленькими шагами, степ-бай-степ. Если опираться на крутых тренеров, ну что для меня крутые тренеры? Это те, кто откликается мне по подаче информации, те, на чье мнение я учитываю и на чью информацию я опираюсь, и она для меня ценная. Многие из вас знают, что я, например, за Сашей Полиенко наблюдаю, и меня вдохновляют его видео. Есть вещи, которые, в принципе, перекликаются со многими моими коучами и тренерами. Так вот, Саша Полиенко всегда говорит о том, что дисциплина – это проявление любви к себе. Вот чтобы было понятно, что такое любовь к себе, все очень просто. Это дисциплина. И, знаете, вот с точки зрения понимания вообще же все ясно. Ну что там, господи, дисциплину соблюдай, любовь к себе будет расти, от избытка любви к себе у тебя будет расти любовь там ко всему окружающему. Вообще все просто. Но то, что касается действия и закрепить вот это все на практике, то здесь, вот как Оля пишет, дисциплина хромает. Да, мы все время прихрамываем то на один бок, то на другой бок. У нас все время есть истории какие-то. И не хочу сказать о том, что это недостаток любви к себе. Я хочу сказать о том, что можно больше. Простите меня, я, знаете, каждый раз, когда начинаю какую-либо тему, вчера только с клиенткой смеялась на эту тему, что о чем бы я не начинала говорить, какой бы диалог я начинала вести, у меня рано или поздно все переключается на личностный рост. Это некая моя профессиональная деформация. Ладно, у нас не так много времени. Да, мы все теоретики и все знаем, но не делаем. Совершенно верно, Оль. Мы все теоретики, поэтому... Есть еще одна глубокая фраза, на мой взгляд, что понимание — это приз для дураков. Вы знаете, когда ты человеку что-то объясняешь и доносишь до него на уровне чувств, например, там, твои поступки вызывают у меня вот такую реакцию, я чувствую себя плохо, я негодую и так далее, а человек тебе как защитный механизм говорит, да-да, я понял, да-да, я понял, все. И вот этим «я понял» мы говорим, пожалуйста, остановись, все, я больше не хочу это слушать, я не могу это выносить, я не готова брать столько ответственности на себя, все, я понял. И это такое спасение для ума. Поэтому понимание — это приз для дураков, и непонимание порой оказывается гораздо ценнее, чем понимание. Так вот, вернемся все-таки к целевой нашей аудитории. Вообще, кстати, вот я что-то, знаете, меня так понесло в тему личностного роста. А скажите мне, дайте мне там плюсик знать. Мы про целевую аудиторию сегодня будем говорить? Или вдруг у вас настроение поменялось, вы про что-то другое хотите поговорить? Если мы говорим про целевую аудиторию сегодня, все-таки и касаемся этого вопроса, дайте мне, пожалуйста, знак, сдайте мне сигнал, поставьте плюсик, напишите «целевая аудитория», «добрый день», «здравствуйте», «здравствуйте». Или мы продолжим говорить о том, на что опираться во время карантина, или мы начнем говорить про дисциплину. «Ага, вот, вижу, ты первая ответила, отлично, говорим про целевую аудиторию». Спасибо, что вы меня вернули к основной теме эфира, что меня не понесло дальше в импровизацию. Давайте про целевую аудиторию. Почему важно и зачем, в принципе, нам с вами разбираться, Оль, спасибо, с целевой аудиторией? Потому что на сегодняшний день существует огромное количество инструментов для привлечения своей клиентской базы, для увеличения клиентской базы, для удержания клиентской базы и так далее и тому подобное. Но во всем этом изобилии инструментов, которые у нас на сегодняшний день есть, спасибо, друзья, да, я поняла, импровизация тоже будет, окей, хорошо, я как-нибудь включу эфир, начну импровизировать. Так вот, в этом изобилии инструментов для продвижения, поддержания, самосовершенствования, популяризации своего бренда, нам необходимо выбрать те, которые услышат наши клиенты. Наши клиенты и основная целевая аудитория, опять же, отмечаю ваше внимание, отмечаю вот на чем. Основная целевая аудитория. Это большая часть клиентов, которая формирует нашу клиентскую базу. Это некий костяк, на который мы всегда можем опираться. Если хотите, можете назвать это постоянными клиентами или лояльными клиентами. Но все-таки я убеждена, что постоянные клиенты, давайте так, постоянными они в идеале должны быть год-два. Дальше клиентская база должна меняться, пополняться, кто-то должен уходить. И это будет круто, если они будут уходить к вашим ученикам, кто-то должен приходить. И так далее. Должно быть постоянное освежение клиентской базы, потому что расти с стабильной клиентской базой на протяжении 10 лет, когда она не меняется, нет новой крови, скажем так, новых вливаний, очень сложно. Но об этом чуть позже. Итак, основная целевая аудитория. Это та категория людей, ваших клиентов, на которую вы будете настраивать определенную рекламу в Инстаграм, например, или определенную картинку ВКонтакте. Или для этих людей вы будете сниматься в определенной передаче на вашем телеканале областном или, например, на российском канале, на федеральном. Круто. Все мы можем позволить себе разные источники продвижения. Или кто-то будет печататься в журнале. И вот вопрос. Кто-то ведь напечатается в журнале Лиза, а кто-то напечатается в журнале Долорес, а кто-то напечатается в журнале Эль, а кто-то напечатается в журнале ВОК, а кто-то напечатается в журнале GQ. Абсолютно разные издания, абсолютно кардинально разная аудитория. И для того, чтобы те самые бюджеты не пустить по ветру, необходимо максимально точное и конкретное описание целевой аудитории. Когда я запускала курс сервис 1.0, и там был курс вместе с введением домашнего задания, то есть я отвечала на вопросы, помогала делать домашку, ее проверяла. Было задание по описанию своей целевой аудитории. Есть некий алгоритм, который нужно заполнить для того, чтобы у тебя сложился портрет, некий аватар твоего клиента. Так вот, многие первый раз, делая это домашнее задание, писали мне моя целевая аудитория женщины и девушки от 16 до 65, проживающие в моем городе. Это скорее похоже на описание всей клиентской базы, которая у тебя есть, один раз была, или была два раза, или была три раза и не пришла, и так далее, разные вариации на эту тему. Но вряд ли это является описанием твоей целевой аудитории. Когда мы формировали стригун, когда мы открывали его два года назад, у нас целевая аудитория, ну, то, как мы себе ее представляли, и то, как мы рисовали, и как мы общались, и как мы формировали стригун, целевая аудитория была женщины 35-45. Когда мы начали интенсивное развитие бренда, философии бренда, особую позицию с резидентами, с тем, что стригун – это некий, это пространство, которое общается с тобой через Инстаграм. Стригун разговаривает со своими подписчиками, то есть он, вот, стригун – это он, и он от себя пишет тексты. Вот такое пространство у нас. И когда мы начали транслировать это, рассказывать, определенным образом снимать персонажей, не снимая при этом клиентов, у нас нет фотографий клиентов в ленте, начала вырисовываться и добавляться немножко другая целевая аудитория. И сейчас, спустя год интенсивного развития в Инсте, мы поняли, что наша целевая аудитория помолодела, и мы с удовольствием подхватили эту тенденцию и развиваем ее дальше, не упуская ту целевую аудиторию, которая была изначально. И поделилась таким образом, что часть аудитории 35-45 осталась со мной, например, они чаще красятся у меня, создают цвет, а часть более молодой аудитории, она перешла к ВАВе, и с удовольствием тусуются у нее, и у нее клиентская база тоже немного видоизменилась. Но первоначально и изначально мы должны были понимать, что за целевая аудитория. Следующий важный нюанс при изучении целевой аудитории. Безусловно, на вашу целевую аудиторию всегда будет влиять ваше местоположение. Например, если вы захотите открыть салон бизнес-класса для топ-менеджеров, где будет упор на услуги экспресс, на услуги в 4-6 рук, на пакеты, на работу с телом, быструю работу с телом, на уход за лицом. Если вы будете говорить о том, что вы занимаетесь уходами антиэйдж, снимаете стресс, нервное напряжение, будете говорить о теме эко, здоровье, здоровый образ жизни, крутые специалисты, в общем, каким-то таким образом упаковывать свой бренд, то вряд ли вам нужно открываться, например, в спальном районе, в престижном жилом комплексе, который наполнен детскими площадками и парками, и вместо пения птиц этот квартал озаряет по утрам и вечерам весёлые крики и визги детишек. Вряд ли стоит говорить о том, что в данных условиях возможно будет создать некую бизнес-историю. Или, например, открыть прекрасный детский салон с весёлыми, красивыми, задорными мастерами, которые любят и обожают стричь детей. Я всегда, кстати, перед такими людьми снимаю шляпу. Я считаю, что это призвание, как и воспитатели в детском саду, это прям люди с остальными нервами. Так вот, вряд ли стоит открывать такой салон в бизнес-центре, например. Понимаете, сейчас я немного утрированно говорю, но, тем не менее, вы понимаете, на что я опираюсь. У меня был такой кейс. Мы занимались салоном красоты в городе Домодедово. Good Hair Day. Это прекрасные, замечательные люди, которые очень нестандартно сейчас подходят к ведению бизнеса. Они проводят мастер-классы, они проводят лекции о том, как бросить курить. Они проходят... Оля, привет, рада видеть! Они проводят разные семинары по рисованию. У них есть очень вкусная кофейня, кофе на вынос, салон. В общем, они классные, они очень красиво упакованы. У них бодрая, веселая, молодая команда и очень активный руководитель. И когда первый раз я туда попала, они пока что еще не были вот так упакованы, как сейчас. Я за ними наблюдаю и дружу с ними. Они правда классные. И когда еще я только первый раз к ним пришла, знаете, это был салон, который работает на Дайвинис. Это не самая дешевая косметика. Это премиальный сегмент. И там окрашивание стоило в районе 4000 рублей, по-моему, корни стоило покрасить. И здесь тебе, пожалуйста, чай, кофе, кофейня. Ну, то есть с сервисом все в порядке. И за моей спиной огромная комната квадратов, наверное, 20. За стеклянными дверьми, где стоит одно единственное кресло-машинка. Все остальное оформлено как игровая комната. И эта комната для детей, для стрижки детей. Вот в небольшом салоне 20 квадратов занято вот такой игровой историей. И в тот момент, когда я там красилась, а я была, ну, я проводила аудит и была как тайный покупатель, тайный клиент. И в этот момент, прям мне повезло вообще максимально в момент аудита, в этот момент пришла мама. Это спальный район, пришла мама и привела своего ребенка. И ребенок, как обычно, в 90% случаев вообще, в принципе, не собирался сегодня стричься и очень этому противился. И в силу того, что противился, он очень громко об этом заявлял. И вот представляете, да, я наслаждаюсь кофе, здесь у меня, значит, вода, здесь сок. Я читаю красивые журналы, в этот момент сзади, за моей спиной, начинают издеваться над маленьким человеком. Его начинают насильно стричь. Ну, в общем, я, наверное, не буду в красках оптисывать историю. Вы все прекрасно понимаете, что дальше происходило. Мне сильно испортили весь кайф от обслуживания. И, конечно, все это было, все удовольствие было сведено к нулю. И все старания администратора и мастера по сервису превосходящему ожидания сошли на ноль. И, конечно же, я рассказала о всех своих ощущениях. И потом и мастерам, и руководителю они убрали оттуда детскую комнату. И очень сильно переживали, что большое количество клиентов, мамочек с детьми, перестанут к ним ходить. И потом, когда эти мамочки перестали к ним ходить, они за это были так благодарны. Потому что 500 рублей, по-моему, на тот момент, ну, сейчас я не помню точно, 500 рублей с 20 квадратных метров раз в час при сопровождаемой истерике на весь салон, это так себе бизнес, больше благотворительность. И они очень грамотно сделали, они нашли рядом где-то у себя салон, про который начали говорить своим клиентам, что вот, к сожалению, теперь мы поменяли ценности, немножко изменили бренд. И наша концепция такова, что мы не работаем с детьми, у нас больше нет детского кресла. В общем, они очень тактично отвадили мамочек и перевели их в другой салон. Они позаботились о своей целевой аудитории, вот этих прекрасных мам, которым важно было отвезти ребенка на стрижку. И дали рекомендации соседним салонам. Сказали, вы знаете, вот здесь за такие деньги стригут, вот здесь за такие, а вот здесь за такие. Вы можете воспользоваться услугами, вы можете прямо от нас сейчас позвонить и записать своего ребенка. Там прекрасные мастера, они с удовольствием займутся стрижкой вашего чада. Это был прекрасный ход, они не потеряли лояльность клиентов. И очень быстро, на мой взгляд, очень быстро, примерно заняло это 3-4 месяца у них, у них поменялась целевая аудитория. На сегодняшний день прошло уже 20-й год, это было 3 года, 3 года прошло, прям весной как раз это было. И они абсолютно изменились, они упаковали свой стиль, свой бренд, свою философию. И их клиентская база, их целевая аудитория изменилась степ-бай-степ, но практически кардинально. И даже по сторисам и по мастерам это видно, ну в общем видно по внутреннему настроению салон. Вот к чему я говорю и почему важно заниматься своей целевой аудиторией. Есть еще один важный нюанс. Когда вы начинаете изучать свою целевую аудиторию, вам необходимо наращивать потребительский опыт для того, чтобы понимать потребительский опыт вашей целевой аудитории. Например, давайте на конкретных примерах. Я часто являюсь клиентом салонов красоты, ресторанов и вообще обожаю клиентский сервис, его всегда мониторю. И когда там, например, я сталкиваюсь с чем-то из ряда вон выходящим, я даже этим в сторисах делюсь, просто потому что невозможно молчать. Так вот, я наращиваю потребительский опыт и все время собираю разные фишки, которые потом могу применить либо в своих семинарах, либо в нашем салоне и в обслуживании, в работе с клиентами. И изучая потребительский опыт своих клиентов, вы понимаете, что вы перестаете думать за своего клиента, а начинаете все больше и больше ставить себя на место клиента. Это очень тонкая грань и очень важная. Я много раз сталкивалась и на семинарах, и в частных консультациях с тем, что в ответ на какую-то мою идею или предложение мастера или руководители салонов красоты говорили, «Мил, я тебе умоляю, в нашем городе столько за это не заплатят». Или мне говорили, «Мил, ты что, мои клиенты, они никогда на это не пойдут». И меня все время удивляло, откуда эта информация, насколько она достоверная. Это ответили вам ваши клиенты или вы сами сделали такие выводы. Ведь давайте опираться на свой потребительский опыт. Когда я являюсь где-то клиентом, я получаю услугу или товар. Я же сразу для себя определяю, дешево или дорого. Это сразу происходит в моей голове. У каждого из нас есть свое мерило. И дальше, в следующем сразу же возникает потребность оценить с точки зрения, я плачу за это с удовольствием или без удовольствия. Если я плачу дорого и без удовольствия, то я обязательно об этом сообщу. Когда клиент нам говорит, «Слушай, а почему так дорого?» Это значит, что у клиента недостаточно информации о ценности услуги, о ценности твоей экспертности, о ценности тех продуктов, с которыми ты работаешь, о ценности всего того, что окружает клиента во время услуги и так далее и тому подобное. Потому что когда мы соединены с ценностью, что это действительно что-то для меня полезное, или это что-то модное, или это что-то ценное, или это какой-то ноу-хау, или это есть только здесь и нет нигде больше, я каким-то своим способом определяю это как ценность и добавляю это в копилочку к услуге. И тогда ценность услуги возрастает не только за счет того, что вы в Академии Сосун учились, единственный мастер в городе, который стрижет в технике ABC, например, а еще и у вас, не знаю, авторский кофе. Или во время услуги, когда мне делают окрашивание, я сижу много часов, мастер знает, куда, например, наклеить тейпы. У нас недавно в стримуне был просто эфир по тейпам. Так вот, мне клеят тейпы, и в течение четырех часов мое лицо работает, и мышцы тренируются, и тем самым за время окрашивания я могу еще и стресс снять, особенно вот с этой зоны. Ну, разные могут быть фишки. Я сейчас очень так детально разбираю, но ведь именно из деталей складывается вся наша деятельность по обслуживанию клиента. Абсолютно из деталей, не только из ценности самой услуги. И это важно. Мия, что такое? Иди, иди. Давай. Ну, давай. Здравствуйте. Вот здравствуйте. Она не смогла сидеть. Так, где иные мил по темпам узнать? Где инфу по тейпам, наверное? Оля, напиши мне в личку. Я тебя... Я тебя скоординирую с нашим мастером, и она с удовольствием, я думаю, с тобой поделится. Тем более сейчас у нее идет марафон, челлендж по изменению своего лица и снятию напряжения. Там несколько дней она будет давать техники по фейс-фитнесу, которые нужно делать дома самому. Я вот участвую. Так вот, возвращаясь к нашей целевой аудитории. Вот Мия с вами поздоровалась, теперь может сидеть спокойно. Далее. Необратимо, безусловно, необяза... Ой, вернее. Безусловно, необходимо определить, кто ваша целевая аудитория в принципе. Это мужчины или женщины? Или мужчины и женщины? Или это семьи? Или это... Ну, в общем... Или это только дети? Или это только подростки? И возрастную категорию тоже необходимо изучать. Далее необходимо обратить внимание, какой в принципе основной доход у вашей целевой аудитории, именно у основного костяка. В каком диапазоне? Безусловно, ни в коем случае не нужно задавать своим клиентам такой вопрос. Слушайте, а если не секрет, вы сколько зарабатываете? Безусловно, этого делать не нужно. И это просто невоспитано. Но, тем не менее, вы можете определить, в каком диапазоне дохода находится ваша целевая аудитория. По разным признакам. По украшениям, по брендам, по наличию машины, по тому, где они живут. Только я прошу вас делать это не с точки зрения оценки, а с точки зрения получения информации о потребительском опыте вашего клиента. Опираясь на эту информацию, можно делать выводы о том, какие бренды вводить, с какими брендами сотрудничать, на какой косметике лучше работать или сколько брендов должно быть представлено, учитывая те и другие пожелания клиентов. Так, мне всю дорогу коучи твердят. Выкладывайте тех, кого хотите видеть у себя в кресле. Ок, я всех хочу видеть, разных. Как быть? Оля, ты знаешь, я никогда не говорила своим клиентам на коучинге о том, что выкладывайте тех клиентов, которых вы хотите у себя видеть, потому что это сильно сужает круг. Я сейчас всё-таки говорю не про сужение круга, я говорю про изучение основной целевой аудитории. Поэтому, выкладывая только тех, кого ты хочешь видеть, ты можешь оттолкнуть огромное количество людей. Я тебе на своём примере могу сказать. Когда мы формировали стригун, и когда мы говорили о его миссии, философии, о том, с кем мы работаем, нашу основную целевую аудиторию можно описать как женщины определённого возраста. А дальше они настолько все разные. И мы писали в своём инстаграм, мы говорили об этом в сторис, что стригун — это место, где стригутся люди, уфы, люди. Мы всем людям рады. Мы не заявляем о серебрите. Кстати, у нас была одна клиентка, и она первый раз к нам пришла. Мы только-только открылись. И она такой интересный вопрос мне задала, после которого я немножко растерялась, и мы начали ещё больше говорить про людей. Она задала мне вопрос. Ну ладно, хорошо, вы стригун, супер. А кого из селебрити вы обслуживаете? И знаете, какая штука? А я понятия не имею. Я... У нас такое пространство, где люди, которые являются селебрити или занимают высокие посты, они могут себя почувствовать в стригуне очень простыми, расслабленными, спокойными, вот прям в обстановке среди своих, с тотальным доверием и безопасностью, что всё, что происходит в стригуне, происходит только в стригуне. Я сейчас не говорю, что у нас там что-то там из ряда вон выходя, аккумулятор садится. И поэтому я не знаю даже, кто из моих клиентов селебрити. Я никогда не спрашиваю своего клиента о его, не дай бог, личной жизни. Или я вообще задаю вопросы только те, которые касаются ухода за волосами. И где-то визитов через 4, 5, 6 мы начинаем говорить на другие темы с нашими клиентами. И чаще всего это темы, снова не касающиеся личной жизни, чаще всего это темы глобальные, о защите прав животных, или об экологии, или о том, какое мнение у нас или у наших клиентов на экономическую ситуацию в мире в целом. Ну, вот, или какое-то новое научное открытие, или путешествие это, или страна, или новый какой-то продукт, который появился на рынке вообще в глобальном смысле. Мы всегда говорим на отвлечённые темы, и наш диалог чаще похож на дискуссию. Но я понятия не имею, кто из моих клиентов селебрити. И, ну, может быть, это плохо, или, может быть, это хорошо. Я не знаю, у меня так. Поэтому постить у себя в ленте только тех людей, которых ты хочешь у себя видеть, мне кажется, это очень узкий взгляд на целевую аудиторию, на мой взгляд. Но, с другой стороны, если, например, вы занимаетесь только окрашиваниями Шатуш, Айртач, Балаяш, и вы... Как это? И ваша лента пестрит этими одинаковыми работами, на мой взгляд, это сейчас моё субъективное мнение, то понятно, что вряд ли к вам придёт такая клиентка, как я, и скажет, «Здравствуйте, можно подстричься?» Ну, даже вне зависимости от того, вы можете гениально стричь, я ни в коем случае этого не отрицаю, но я не выберу этот профиль, потому что у меня нет длинных волос, и нет мечты даже длинные волосы отрастить. Понимаете, да, о том, что картинка, которую вы выкладываете, так или иначе, создаёт некую эмоцию у человека, для которого вы эту картинку туда выложили. И вот здесь нужно быть очень аккуратным. Если, например, вы не работаете с детьми, и всячески стараетесь намекнуть с вами клиентам, чтобы они к вам с детишками не приходили, то, наверное, вряд ли стоит выкладывать в своём Инстаграм хотя бы лёгкое упоминание на детей, даже если на своих любимых. Ну, наверное, стоит от этого отказаться, на мой взгляд. Вот. Мы в Стригуне говорим о том, что для нас очень важен комфорт наших клиентов. Мы любим всех детей, всех наших клиентов, безусловно, но просим их приводить детей, когда они вырастут. Потому что дети — это же удивительная субстанция. Они же... Они как магниты. Там, где появляется ребёнок, он забирает на себя всё внимание. И волей-неволей ты переключаешься, и ты начинаешь вовлекаться в его игру. Ты начинаешь вот это сюсюканье, ты начинаешь с ним играть, тебе прикольно. Или, например, когда он капризничает, тебе становится неприкольно. И разные истории, да, и люди очень по-разному к детям относятся. Поэтому мы всё-таки за то, чтобы клиенты, даже если у них есть дети, приходили к нам отдохнуть вот от этого магнита, от этого источника бушующей энергии. И мы бережём свою пространство, оставляя его тихим, спокойным и сильно клиентоориентированным, в том числе и по звукам. Если кому-то нужно классическую музыку послушать, отлично. Кто-то хочет послушать книгу, которая у нас всё время звучит в туалете. Прекрасно, нет проблем. То есть, вот, как это там, то, что, ну, аудиосопровождение услуги, это тоже важно. Дети, к сожалению, списывают всё аудиосопровождение услуги на нет. У меня был клиент очень богатый, но он тщательно это скрывал, одевал рваную футболку и так далее. Слушай, это вот, такое, кстати, встречаю. Вот это прикольно. И ты никогда не определишь, но, когда ты имеешь дело с обеспеченным человеком, там даже по манерам понятно, что уровень его воспитания, интеллекта, возможно, и его интересов и ценностей, он находится гораздо выше рваной футболки. Всё же разные ценности. Кстати, один из трендов, с которым мы столкнёмся в ближайшие 10 лет, это минимализм. И мы будем минимализировать потребление в целом. Вот мы, например, с Донатой уже с этим столкнулись, и с двумя переездами, с которыми мы столкнулись на карантине, мы уже минимизировали и наше потребление, и наш гардероб, и вообще количество вещей, которые нас окружали. Эмоция самая ценная для меня. Поэтому одежда не показатель. Одежда не показатель, но существуют же нюансы. Всегда есть нюансы. Есть, например, те, кто любит комфортные бренды, и ты понимаешь, что этот бренд, там, начинается, обувь начинается от 25. Вряд ли при зарплате в 30 тысяч рублей я смогу позволить себе лоферы за 25, или, там, кроссовки за 25. А для того, чтобы это различать, нужно самому интересоваться. Но я ни в коем случае не призываю вас, друзья, считать деньги ваших клиентов. Я призываю вас изучать. Потому что, когда вы понимаете, каков доход вашей целевой аудитории, вы сразу же понимаете, в каких ресторанах отдыхает ваш клиент, в какой, возможно, каким продуктовым магазином он пользуется, к какому качеству сервиса и обслуживания, опять же, в ресторанах он привык, или, там, к какой еде он привык, к каким путешествиям он привык. Опираясь на все это, вы будете выстраивать свой сервис, подстраивая под его запрос. Например, для меня, как для клиента, сильно требовательного и местами капризного, как оказалось, ключевым требованием и пожеланием по обслуживанию особенно в последние, там, два года стал стабильный Wi-Fi. И я перестала ходить к своему мастеру по маникюру и педикюру, потому что, когда третий раз я пришла, и в третий раз у нее снова не было Wi-Fi, хотя она знает, что 4 часа для меня просидеть без Wi-Fi это просто пытка, потому что я постоянно нахожусь на связи, я в Инстаграм, я либо что-то печатаю, либо что-то выкладываю, либо что-то монтирую. В общем, много у меня деятельности связано с интернетом, и он мне необходим для того, чтобы эффективно и комфортно себя чувствовать. И когда в третий раз, приходя и спрашивая, интернета все еще нет, я получила ответ «нет», для меня стало понятно, что, ну, как бы, мой комфорт здесь не очень важен. Важно качество услуги и ее экспертность. Я, безусловно, не отрицаю, что экспертность крутая, и качество услуги крутое. Но я не готова тратить 4 часа своей жизни на простое сидение. И поэтому для себя, как клиент, я сделала вывод, что я готова поплатиться экспертностью и качеством услуги, и рискнуть попойти в другое место, где, например, будет стабильный Wi-Fi, и я не дергаясь 4 часа времени, смогу провести без отрыва для работы. Если мне нужно прямой эфир провести, переговоры, не знаю, там, семинар в Zoom или встречу в Zoom, которых сейчас полно. Вот для меня это важно оказалось. И на такие нюансы, конечно, необходимо обращать внимание. Друзья, у нас осталось не так много времени. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас вопросы? Так, Юль. Поэтому одежда не показателя, я это видела. Я вообще не разбираюсь в трендах и брендах. Можно найти какой-нибудь другой показатель, в котором ты разбираешься. Оля, Козура, привет! Скучаю по тебе сильно. Жалко, что ты далеко. Спасибо, кое-что уяснилось. Замечательно, Оля, что ты кое-что уяснила, и это ценно. И ты обещала мне, кстати, свои размышления по поводу вчерашней нашей дискуссии написать. Я жду. Оля, я тебе дам контакты по тейпам. Можешь взять на вооружение. Они очень, кстати, недорого стоят. Рулон тейпов. У меня здесь их нету с собой. Нет, здесь нет. Но потом покажу. Он такой большой достаточно. Стоит 700 рублей. Они там разноцветные есть. И история с тейпами мне нравится, потому что вот у меня и у Доната, когда клеим, вот это напряжение спадает. Лада, я рада быть полезной. Друзья, вопросов нет. Я могу спокойно покурить Айкоса. Я за тобой слежу. А я за тобой тоже слежу. Я смотрю, что ты стала совсем крутая, постребованная в Красногорске. Очень приятно за тобой наблюдать. Вот видишь, я хожу без маникюра. У меня сейчас маникюр похож на маникюр детей, когда они целый день в лужи возятся. У них цыпки на руках случаются. У меня, конечно, цыпок нет, но то, что происходит с кутикулой. Вот у меня в эфире была сегодня Олька. Она делает обрезной маникюр. Я считаю, что будущее за мастерами обрезного маникюра. Вы на вес золота. В камеру мне при стрижке тейпами. Лиан, так смотри, ты у меня сейчас спрашиваешь, словно я твой клиент. Я же не знаю, можно или нельзя. Ты спроси у своего клиента, можно или нельзя. Если клиент захочет, изучи спрос. Попробуй у десятерых спросить, и они тебе ответят. Это знаете, как маленькому мальчику говорят, ты что, с ума сошел? Глотать жвачку нельзя. Он делает так, можно. Ну, технически можно, ничего же не произойдет. Но вот взрослые говорят, что нельзя. Можно тейп при стрижке? Можно. Если клиенту неудобно, то, наверное, не стоит. Окей, друзья, спасибо вам большое. Очень сегодня получился теплый, приятный эфир. Я так рада видеть всех тех, кто сегодня присутствовал в эфире. спасибо большое. Мы встречаемся с вами. Дай бог памяти, по-моему, 15 или 16 числа. Я обязательно об этом сейчас скажу в сторис. Я не помню. У меня в крайнем посте, там есть расписание прямых эфиров. В общем, скоро увидимся. Роскошного дня, прекрасного вам сегодняшнего рабочего дня или карантинного дня, неважно. В общем, пишите целевую аудиторию, смотрите канал YouTube. И прошу вас, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Я еще пока что не занималась его продвижением, но мне кажется, что это очень увлекательно будет. Все. Всем пока-пока.